Приветствую вас! Как мне видится, проблема ваша. Она в том, что вы переутомились, значит, у вас вполне возможно накопилось хроническое усталость. Вот что, конечно, не обязательно, чтобы накопилось именно хроническое усталость, но такой вариант есть, такой вариант есть, такой вариант может быть. И, соответственно, я думаю, что вам основное, что нужно сделать сейчас, это постараться отдохнуть, постараться отвлечься. То есть, вы говорите о том, что вам скоро станет поступление в ВУЗ. Поступление в ВУЗ это, в принципе, очень здорово. Здорово, что вы поступаете в ВУЗ. Но, скажите, пожалуйста, другой момент, момент. Зачем вы поступаете в ВУЗ? Ну, вот серьезно. Зачем вы поступаете в ВУЗ? Для чего вы это делаете? То есть, очевидно, что вам это втягивает. То есть, очевидно, что ВУЗ вам превращенно втягивает, и что вы сейчас не хотите ни в какой ВУЗ поступать. И, соответственно, если вы не хотите ни в какой ВУЗ поступать, то затем поступайте тогда. Ну, вы можете сразу сказать, что вот меня, что заставляют родители это делать, и так далее. Ну, понимаете, родители, они могут заставлять вас ходить в школу, потому что это, как бы, пока вот, ну, их обязаны, да, они считают, что все должны, должны научить вас, для того, чтобы, чтобы, чтобы вы получили, получили хотя бы, хотя бы, базовое образование, вот, это они сделали. А дальше вы уже сами идете своей дорогой, потому что, потому что обучение в ВУЗе, это не просто учеба какая-то, да. Обучение в ВУЗе, это ваша дорога в жизнь, дальше, вперед, это профессиональный карьерный рост, реализация и так далее. То есть, понимаете, все это довольно серьезно, на самом деле довольно серьезно. И если вы не хотите, если вы делаете это через силу, если вы делаете это через не хочу, ну, соответственно, у вас будут серьезные проблемы, потому что так нельзя. То есть, нельзя, вот, ну, нельзя учиться в университете через силу. То есть, можно учиться через силу в школе, но нельзя учиться в университете через силу, это не есть хорошо для вас. Поэтому, исходя из этого, я рекомендовал бы вам как следует отдохнуть, вот. Я рекомендовал бы вам не учить какое-то время посвятить себя себе, своим делам, своим каким-то интересам, своим хобби, может быть, своим увлечением, вот. А родителям, если они не будут что-то говорить, родителям нужно сказать, что, как бы, лучше тоже ваш выбор и, как бы, вы хотите поступить, не хотите, соответственно, поступать не будете. Вот. Вот. Или будете поступать, но, там, обязательно потом отдаться, но чуть позже, когда отдохнется. Вот. То есть, понимаете, да, не нужно, вот, ну, не нужно каких-то таких вот прям, прям героических поступков, жертвенности и всего такого в отношении учебы, которые, в общем-то, для вас будет иметь значение весьма-весьма серьезное в будущем. Вот. Поэтому отнимите, пожалуйста, серьезно к этому моменту, вот, и не позволяйте никому управлять процессом обучения. То есть, если вы хотите учиться, то учитесь. Если вы не хотите учиться, вы не учитесь. То есть, это, это вот работает именно так. Это работает именно так, это не работает никак по-другому, по-другому. Вот, если вы хотите, вы это делаете, если нет, то нет, то все. Потому что, ну, в строительном случае, в строительном случае, вы не сможете нормально работать, не сможете реализовываться, и, в общем-то, в любой деятельности, ну, какую угодно, да, в любой деятельности, у вас может быть просто очень серьезный, сильный, ярко выраженный негатив, вот, а негатива все-таки быть не должно. Но, то есть, если вы работаете, если вы работаете, то, если вы учитесь, то вы это делаете, потому что вам это хочется. Вот. И потому, что хочет кто-то другой. Вот. Это, на мой взгляд, это довольно понятно, на мой взгляд, это довольно очевидно. Вам, ну, не просто это претворит жизнь, и, соответственно, наиболее актуальная проблема, как мне видится, это проблема того, как это реализовать. То есть, вам может что-то мешать это реализовывать. Что мешает реализовывать это, конечно, я не знаю, то есть, ради родителей, либо, там, собственная неуверенность, может быть, все какие-то проблемы у вас могут быть, вот, но все проблемы, в принципе, решаемые, вот, все можно подсадить, все можно скорректировать, вот, главное, чтобы у вас было желание, главное, чтобы у вас было желание это делать. Ну, и помните, что родители, по большому счету, хотят, чтобы вы были счастливы, если вы будете действовать так, часто вы не будете. И, соответственно, как бы, ну, исходя из этого, можно сделать вывод, на мой взгляд, совершенно очевидный, что, если родители, если родители хотят, чтобы вы были счастливы, но вы не счастливы, то, соответственно, для них это не то, чего бы они хотели. Помните, ради чего и для чего родители это делают, просто не забывайте об этом, не забывайте, для чего родители все стараются сделать для вас. То есть, обязательно, вот, в таком направлении подумайте, я рекомендовал бы вам это сделать, рекомендовал бы вам думать в этом направлении, именно в этом направлении, вот. А то так можно и связь вообще со всеми людьми потерять, и здесь вы, ну, вы ничего не получите абсолютно, вы ничего не выиграете, не выиграете из этого, вот. Так что, пожалуйста, учтите данный момент и не завершайте таких вот неправильных поведенческих поступков. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.